Здравствуйте! В эфире новости Читы из Забайкальского окрая на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска новостей – магазин «Центр обуви». В студии Росбабаян. И вот о чем сегодня вам расскажут мои коллеги. Сейчас здесь, в овальном кабинете Начаковского, 8, состоится заседание комитета законодательного собрания. Будут рассматривать вопрос продолжения национального проекта «Комфортная городская среда». Продолжение буквально через несколько минут. Все-все, ухожу. Спасибо. Сотни жалоб отчетинцев на измененную схему работы светофора по улице Шилова наконец дошли до городской администрации. О проблеме чиновники услышали, но подчинить то, что сломали, они не спешат. Снег. В нашем городе вновь выпал снег. Вот только убирать его никто не хочет. Об очередном бездействии дорожных служб через несколько минут. Теперь об этих и других событиях более подробно. Алкоголь и парки отдыха. Такие основные темы были на заседании комитета законодательного собрания Забайкальского края по экономической политике и предпринимательству. Подробнее далее в сюжете. Депутаты парламента края на комитете Виктории Бессоновой рассматривают продление нацпроектов формирования комфортной городской среды. Напомню, что на прошедшем 9 ноября заседании комитета мы предоставляли срок министерству для исправления замечаний о данной программе. И сегодня министерство, видимо, готово доложить. Да, все замечания учтены. Здравствуйте. Связаны поправки с соглашением по реализации национального проекта формирования комфортной городской среды. Соответственно, предлагается в проект изменение по адресный список. Это перечень общественных территорий, которые будут реализовываться в следующем году у нас, в 2023. Всего планируется 50 территорий. Из них 48 территорий идет по комфортной городской среде, и 2 территории – это всероссийский конкурс. С прошлыми объектами по комфортной городской среде было достаточно проблем и сроки, и качество исполнения. Например, парк угольщиков, который утонул в болоте. А недавно контрольно-счетная палата города отчиталась о нарушениях при возведении парка «Березка». Неправомерное расходование бюджетных средств было установлено на сумму 1 миллион 400 тысяч. Оно заключалось в том, что подрядчику были оплачены фактически невыполненные работы по устройству упругое эластичного бесшовного покрытия на березки, парк «Березка». И не установлены скамейки с навесом запасных игроков стоимостью 98 тысяч. Также были нарули неэффективные расходования, это 202 тысяч. Оно допустилось в том, что были установлены 30 металлических шкафов для одежды, которые установились на улице. И вот эти перепады температуры, когда мы их смотрели, их даже открыть не могли, то есть от воздуха их от мороза повело. Так что же нас ждет в следующих годах, когда будет достигнуто соглашение с федеральным центром? Какие территории попадут в программу? Ну и не хотелось бы снова видеть десятки миллионов федеральных средств, которые просто утонули или неправомерно израсходованы. По территориям в основном это районы края, которые выбирались голосованием жителей. И по городу Чите это одна территория, парк «Коллективный труд». По поводу исполнения программы, точно так же депутатский корпус будет осуществлять контроль по исполнению тех работ, которые обозначены будут со стороны заказчика и подрядчика. Я надеюсь, что те недостатки, которые были выявлены в этом году, уже будут учтены заказчикам и не допущены таких срывов сроков программы или существенных недостатков, которые были выявлены, допущены не будет. После главной темы в повестке Комитета по экономической политике и предпринимательству поговорили о чаяниях бизнеса обществ. Есть законопроект, по которому полномочия по решениям, где, когда и как продавать алкоголь, перейдут от законодательной власти к исполнительной. Предприниматели против этого, так как ограничение продажи алкоголя, который вводят власти края в магазинах, на руку хозяевам наливаек. Вот и просят, причем массово законодателей, не передавать полномочия правительству края. Сразу отмечу, что на площадку законодательного собрания данный проект до настоящего времени не поступил. Однако, те обращения, которые я назвала, на мой взгляд, заслуживают самого существенного внимания, потому что мнение гражданского общества, выраженное таким образом поступившее на площадку парламента, должно быть обязательно рассмотрено и учтено при оценке этого законопроекта. На данный момент в Госдуме рассматривается проект по ужесточению требований к объектам питания. То есть требования к наливаекам будут не рекомендованными, а обязательными. А это значит, надо будет делать в рюмочных два входа, полноценный туалет и вообще полностью соответствовать гордому званию объекта общепита. Вот такой проект, такую инициативу мы поддержали, так как она федерального уровня, направлена она была в Совет законодателей при Государственной Думе и принята для рассмотрения в Совет законодателей. Какова будет ее судьба, будем отслеживать, потому что, согласно процедуре, далее необходимо мнение всех регионов по этому вопросу. В законодательном собрании Забайкальского края пока рассматриваются две инициативы. По одной расположить наливайку в жилом доме можно только с согласия 100% жильцов, а другая полностью запрещает открытие точек с разливными напитками в многоквартирных жилых домах. Вячеслав Барницкий, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ «Ломать не строить» – это выражение очень кстати подойдет и под ситуацию со сломанным светофором по улице Шилова в Чите. Изменения, которые были внесены в работу, успели почувствовать все, чей маршрут пролегает по этой дороге. Чиновники признали то, что приняли сырое и больное для горожан решение, но лечить начали, как всегда, не с той стороны. Все подробности в материале моих коллег. Эпопея с затором на улицах Шилова, Сухая Патька, Ханского продолжается. Чиновников, видимо, утомили бесконечные жалобы на измененную схему организации движения транспорта. Утром 16 ноября, а это спустя месяц работы сломанного светофора, были опубликованы ответы начальника дорожно-транспортного управления по Чите и начальника отдела ГИБДД. То, что внесенные изменения в работу светофоров создают здесь затор, они признали, но исправить ситуацию не торопятся. Затрудненное движение на данном перекрестке связано именно с вводом в эксплуатацию пешеходного светофорного объекта, а не с изменением фазы работы светофора. В настоящее время специалистами Комитета городского хозяйства совместно с сотрудниками управления ГИБДД МВД России по Забайкальскому краю рассматриваются различные варианты для увеличения пропускной способности на данном перекрестке. Приехать рано утром на место, увидеть пробку своими глазами и создать видимость работы. Помогло ли это Читинцам? Нет. Никаких действий со стороны дорожно-транспортного управления не наблюдается. Автолюбители также попадают в затор и продолжается это уже больше месяца. Как сообщают в ГИБДД, изменения в работу светофоров были внесены из-за якобы высокой концентрации ДТП на данном участке дороги. В 2021 году этот перекресток являлся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Значит, нами было в адрес комитета городского хозяйства выдавались предостережения, предписания, да, по наведению данного перекрестка в нормативное состояние. Значит, в настоящее время там организованы дополнительные пешеходные переходы. И в связи с этим стало затор, образовываться затор с левым поворотом с улицы Шилова на улицу Сухая Апатья. Значит, в настоящий момент мы в адрес администрации городского округа, город Чита, направили предложение по пересмотру действия фазы, зеленой фазы, да, светофора при повороте налево. В реальности дело обстоит так. Автолюбители не жалуются на поворот налево. Больше всего мешает свободному проезду измененное время зеленой фазы светофора по улице Шилова в прямом направлении и несинхронная работа светофорных объектов на перекрестке Шилова-Сухая Апати на пешеходном переходе рядом с торговым центром. Когда эти светофоры работали синхронно, затора на дороге не наблюдалось. Факт. Добавляет аварийности и отсутствие стоп-линий для автомобилей перед зеброй. Когда-то здесь был светофор. Автолюбители, останавливаясь перед ним, давали возможность другим водителям заезда и выезда с прилегающей территории. Сейчас этот светофор перенесли дальше к пешеходному переходу. Теперь водители останавливаются там, тем самым блокируя заезд и выезд с территории торгового центра. И это тоже создает в час пик большую пробку. На вопрос о том, а появится ли здесь стоп-линия, в Комитете городского хозяйства сказали автолюбителям ждать до весны. Такой ответ дала председатель Комитета городского хозяйства Читы Марина Попова, ограничившись всего одной фразой. Цитата. «При наступлении устойчивых положительных температур разметку нанесут». Между тем, актуальная версия проекта Организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Читы находится в открытом доступе на сайте городской администрации от 6 мая 2020 года. Никаких новых или измененных схем и проектов на сегодняшний день там нет. В связи с этим редакция просит сети-менеджера Читы Александра Сапожникова и начальника управления ГИБДД по Забайкальскому краю Эдуарда Белобрового предоставить актуальные документы проекта Организации дорожного движения, схему с изменениями распоряжения городской администрации о внесении изменений в проект и иные сопутствующие документы, если они есть, подтверждающие существующие в настоящее время схему Организации дорожного движения на участке улицы Шилова рядом с торговым центром, а также подробные пояснения, была ли предусмотрена синхронная работа двух светофорных объектов и почему сейчас они функционируют по-разному. Город ждет. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ Фрески и фотобои по индивидуальным размерам. Любая текстура и любое изображение для спальни, кухни, зала и не только. Более миллиона эскизов из каталогов. Профессиональный дизайнер создаст изображения по вашим индивидуальным предпочтениям. Изготовление и печать фотозон, фотоподушек, фотокниги и портретов. Идеальное решение для ресторанов, кафе и гостиниц. Мы работаем по всему Забайкальскому краю. Красочный мир, фотообои и фрески на заказ по вашим размерам. Улица Шилова, 35А, торговый центр «Авангард», офис 7. Депутаты Горсовета Улан-Удэ обратились к мэру столицы Бурятии с инициативой расторжения договорных отношений с ПАО ТГК-14. Копия документа имеется в распоряжении редакции ЗАПРУ. В тексте обращения к мэру Улан-Удэ Игоря Ушутенкова депутаты указывают на то, что ТГК систематически не исполняют условия договора в части обеспечения надежности теплоснабжения и энергетической эффективности. В документе, подписанном руководителем рабочей группы по контролю над качеством предоставления коммунальных услуг, мэру Улан-Удэ предлагается расторгнуть действующий договор и провести новый конкурс, отвечающий интересам потребителей, либо перейти с договора аренды имущества к концессионному договору. Также, согласно обращению, депутаты готовы рассмотреть вопрос воссоздания муниципального предприятия по обслуживанию сетей и котельных. Мировой суд вернул в прокуратуру дело об административном правонарушении в отношении главы Минприроды Забайкалья Сергея Немкова. В июле чиновник отказался отвечать на запрос СМИ. Ему грозил штраф. Соответствующий документ имеется в распоряжении Запру. Напомним, еще в июле этого года сотрудники ЗапТВ отправили запрос в Министерство природных ресурсов края, однако глава ведомства отказался отвечать на него. Сперва он потребовал предоставить данные о наименовании средства массовой информации и номер действующей лицензии. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы Минприроды Немкова. Чиновнику грозил штраф. Однако мировой судья вернул в прокуратуру материалы об административном правонарушении из-за обстоятельств, препятствующих принятию законного и обоснованного решения по делу с правом обжалования данного определения. Общественные организации «Деловая Россия», «Опора России» и «Забайкальский союз предпринимателей» попросили депутатов ЗАГС Собрания региона не принимать законы, которые могут ограничить предпринимательскую деятельность. Об этом сообщила на заседании Законодательного собрания председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Виктория Бессонова. Она отметила, что обратная связь от гражданского общества должна быть учтена депутатами. Напомним, бизнес-омбусман Забайкальского края Виктор Брахтенко выступил против решения РСТ накануне, которые предусматривают запрет на продажу алкоголя в нескольких населенных пунктах края. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о государственном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Единое пособие объединит ряд действующих мер поддержки, включая пособие беременным женщинам на раннем сроке, вставшим на учет. Выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, а также на детей в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Пособие будут получать семьи, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В магазине «Центр обуви» новое поступление зимней коллекции. Каждое 20 число скидка 20% на весь ассортимент. «Центр обуви», КСК, торговый центр «Бумеранг», первый этаж. Выпавший этой ночью снег вновь застег врасплох работников ДМРСУ. Из возможных вариантов решения проблемы руководство предприятия выбрало никакой. И решил ее попросту не замечать. О том, как читинцы вынуждены ходить и ездить по зеркальным дорогам города – наш материал. Пройти и не упасть на этом участке дороги для пешеходов – настоящий подвиг. С выпадением снега все участники дорожного движения становятся невольными героями ледяной сказки. Бессменный автор которой – муниципальное предприятие ДМРСУ. Отметим, корка льда с глянцевой поверхностью лежит возле седьмой поликлиники, где то и дело снуют посетители здравницы. На часах 10 утра наша съемочная группа колесит по главным артериям города в поисках хотя бы одной – снегоуборочной машины. Ну вот, нашиловый лед начался. Сейчас подтает и будет еще хуже. Технику мы так и не обнаружили, зато улицы зрели нечищенные дороги, которые занесло снежной кашей. Центр города – улица Бабушкина, район Центрального рынка. Пенсионерка Нина Иванова в прошлом году на скользком участке дороги, упав, сломала ногу. Теперь гололеда боится панически. А пошла в магазин, не доходя, вот так и упала. Месяц в гипсе была. До сих пор с тростью ходите? Хожу, а потому что остерегаюсь. Выпавший снег сюрпризом для горожан не был, осадки четинцы наблюдали с позднего вечера. Уже тогда многие знали – пробки на дорогах будут обеспечены. У нас вообще ничего нормального в городе сейчас не делается. Сити-менеджер у нас просто-таки плохо работает. Потому что вот взять даже вот езжу туда дальше, по Шилово, там стоим, черти сколько на перекрестке. Конечно, везде скользко. Вот сейчас шла с больницы, ну, скользила, по полной скользила. Четинец Антон Кашкарев отмечает, дороги краевой столицы больше напоминают трассу для шорт-трека. И пируэты горожане выкручивают не ради удовольствия, а от безысходности. Это засада полная в городе творится. Подсыпки нет никакой, хотя с вечера снег упал. Я вот водитель, я на некоторых местах не могу остановиться просто. Ну, и пешеходы, соответственно, подвигаются опасностью. Ну, в Чите это нормально как бы. С вечера снег упал, никто ничего не подсыпал. Ни реагентов, хотя бы банальный песок, не могут насыпать. Обработаны в первую очередь должны быть самые опасные участки, крутые спуски и подъемы, перекрестки и площадки торможения у остановок общественного транспорта. Однако не сделали этого ни во вторую, ни в третью очередь. Местами поверхности дорог автомобильными шинами отполировано до зеркального блеска. Однако у ДМРСУ исключительно своя реальность. А вот так администрация города отчиталась о проделанной работе предприятия за минувшие сутки. Было задействовано 26 единиц техники предприятия, включая пескоразбрасыватели, камазы, самосвалы, рассолораспределитель. Было проведено механическое подметание, механическая подсыпка, полив реагентом. Работа была проведена на более полусотни улиц Читы. Невольно возникает вопрос, если работа ДМРСУ, как нас уверяют городские власти, ведется, то почему весь город, те же улицы Бабушкина, Богомягкого, Шилова, Курнатовского, очищены не были? Глава Минжикаха заявил сегодня, что, мол, выезжал в город, техники не хватает. Этой ночью на улицах, по его словам, задействованы были всего 8 единиц. В таком случае, где же тогда та самая техника, о наличии которой каждый день докладывает пресс-служба мэрии? А в это время гололед мешает не только рядовым автомобилистам и пешеходам, но и медикам. Эдуард Бекшенев, водитель реанимобиля, рассказывает, из-за того, что дорога местами превращается в сплошное ледяное поле, успеть к больному за считанные минуты немыслимо. Скользко. Если срочный вызов, конечно, уже едешь аккуратно. Это на стоимости администрации. Как они смотрят за дорогами? Однажды председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Марина Попова вину администрации за оледенение города все же признала и заверила. В будущем подобные ошибки будут учтены, правда, не уточнила, кем именно. Судя по всему, обычными горожанами, которые все чаще стали сами выходить на улицы и делать работу за тех, кто за нее стабильно получает деньги. Нам не плевать, по какой тротуару мы ходим. Лед. Вот я не поленился, раздобыл песочка, заплатил. Могу, кто получает высокую зарплату, сказать адрес. Вон, в парке Адара песок я купил. Сам принес это ведро. На сегодня, думаю, достаточно будет. Может быть, кому-то сохраним здоровье, а кому-то жизнь. И самое интересное. Свыше 13 миллионов рублей администрация Читы до конца года потратит на уборку снега на улицах города. А Читинцам остается только гадать, воплотятся ли эти деньги в конкретные результаты, или мы по-прежнему будем заниматься фигурным катанием на тротуарах. Строительство частного дома и жизнь в нем немыслимы без электричества. Поэтому среди всех коммуникаций это подключают в первую очередь. Однако есть и случаи, когда владелец участка возвел несколько построек без света. Это история о читинской многодетной семье, которая живет в небольшом тепляке без электроэнергии. О жизни во тьме и похороненных планах построить свой дом наш материал. Вот пришлось как-то мудрить, придумывать, делать 12-вольтовое освещение. То есть от батареек, от шуруповерта, от аккумулятора, ну то, что подходит. Ну, чтобы хоть какое-то освещение было, потому что при свечках и при лучинах это уже даже не 20-й, а 19-й век. Говорю, ну, идиотизм уже полный. Сделать уроки и оставить время для любимых девчачьих дел 9-летняя Виолетов старается днем. Благо, учится со второй смены. А все потому, что в доме нет света, из-за чего Александра и Светлана Маятниковы ощущают себя отшельниками. Электричества нету, телефоны периодически садятся к соседям, тоже ходим, заряжаем. Заряжаем телефоны, батареи, аккумуляторы. Эта семья живет не на необитаемом острове, как может показаться на первый взгляд, а в поселке Застепь. Примерно в 20 минутах езды от города. В этой маленькой пристройке гаражу супруги ютятся с младшим ребенком. Изначально в стесненных условиях они планировали пожить лишь некоторое время, пока будут строить дом. Теперь не уверены, что смогут обзавестись заветными квадратами. Мы изначально поставили пару сараев, ну это так всевременно, но чтобы и вещи было куда. Начали строить, то есть гараж с теплячком, с небольшим, дом только в планах. Рассчитывали в этом году начать. Нам должны были 16 февраля подключить электричество. Ну у нас же полгода, то есть подаешь заявление, только через полгода подключают. Не подключили, несмотря на то, что все необходимые условия семья выполнила. Приобрели электрораспределительный щит и все наполнение к нему. Тогда строить даже этот гараж мужчине пришлось на ощупь. Выходили как-то из положения, ну то есть вручную бетон мешали. Ну благо хоть сын помогал. Один-то я вообще не управился, конечно. В Чита Энерго, как рассказывают супруги, пояснили, денег на эти цели у компании нет. Тогда многодетные родители за помощью обратились в правоохранительные органы. После начались судебные тяжбы. ФАС подал на них в суд. Суд обязал в течение 10 дней, 10-дневный срок подключить нам электроэнергию. Выписал им штраф 300 тысяч, ну то есть Чита Энерго. Ну и опять же тишина. Игнорирование полнейшее до 1 сентября обязали. Но им, по-моему, на это все равно, на эти штрафы. Маятниковы наняли юриста и снова подали в суд. Однако на судебные заседания их, как заинтересованную сторону, почему-то не пригласили. И месяц мы просто дозвониться не могли. До помощника судьи это было бесполезно. Там узнавать тоже бесполезно. Ну так, получается, 4 дня назад я, наконец-то, дозвонилась на них, чтобы узнать, на какое число у нас назначено слушание. Кто секретарь, получается, она мне ответила, помощник судей. Она сказала, говорит, а вас разве не известили? Я говорю, о чем? Она говорит, а у вас 24-го суд прошел. Октября. Октября. Я говорю, а как без нашего ведома? Ну, не знаю, говорит, документы уже вам отправлены. Я говорю, да хотя бы решение можно посмотреть, какое? Она говорит, я сейчас найду в компьютере. Она нашла в компьютере и сказала мне, а да, нашла, а ваше дело не подсудное. В поселке Застепь подобная история не единична. Соседи несколько лет также живут без света. То есть купили они дом. Дом был с долгами, обрезанное электричество. Они оплатили все долги, подали заявление на подключение электроэнергии. Три года живут на генераторе. Им просто залезть на стол, подключить два провода. Он уже ругался с ними, приезжал, я сам залезу, подключу. А вы будете платить штрафы? Так только отвечают. А это уже СНТ Кутузовка, 143-й участок. Александр Врупаев продал квартиру, чтобы купить здесь землю. Дом построил, а вот заселиться в него не может. Мужчина даже сам поставил столбы, чтобы к участку провели электричество. Но и это не помогло. Поставил баню, поставил дом, пристроил гараж. Но я же хочу как человек жить-то все-таки. У меня дети есть, внуки есть, и мне надо что-то оставить. Но вот смотрите, вот, например, провели столбы, вот рядом, которые есть. Но от этих-то столбов можно сюда все равно свет так-то провести. И люди так-то будут тянуться. А сейчас свету нету, кто отсюда тянут с тобой? Мужчина поспешил завести хозяйство, приобрел десятки гусей, куриц и уток. Однако живности хозяину в скором времени пришлось лишиться. Прибежали чужие собаки, которые бездомные, собак-то же много. И что, все сожрали? Прокопали яму, там прогрызли сетку. И все, пришел одно перо, все дохло. А если бы я был дома, то этого бы не произошло, потому что я всегда дома был бы. А тут-то мне приходится уезжать домой. Как нам пояснили в Читаэнерго, к присоединению к электросети в СНТ Кутузовка нуждаются 10 участков. Для этого необходимо построить воздушную линию электропередачи протяженностью почти 2000 метров и установить трансформаторную подстанцию. Затраты энергокомпании составят почти 4 миллиона рублей, но денег на это якобы нет. Как нет финансовой возможности и помочь семье Маятниковых. Для присоединения их объекта нужно построить 167 метров воздушный лэп, а это почти 260 тысяч рублей. Всего же в работе у филиала Читаэнерго более полутора тысяч договоров тех присоединения. Выполнить заявки одновременно специалисты не могут, все по той же причине нет денег. Чтобы обеспечить нуждающихся электроэнергии, компании нужно время. А вот что делать жителям, неизвестно. Александр Маятников сетует. Скоро его фантазии по добыванию электроэнергии иссякнут. Подключаем провода к аккумулятору. То есть вот так. Главное не перепутать полярность, иначе сгорит все. Анжелика Панибрашина, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. И это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки нашим выпускам новостей, сюжетам и программам на Ютубе. Делитесь нашими публикациями в социальных сетях, на своих страницах. И делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. День рождения Деда Мороза. Считается, что именно с этого числа в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. В пятницу погода будет облачной. Ветер южный 1 метр в секунду. Ночью минусовая температура от 9 до 11. И от минус 2 до минус 4 градусов днем. А погоди это все. Отличного дня. Сеть магазинов товаров для дома и посуды Кухенленд теперь в щите. Декор, текстиль, мебель. Очаровательные подарки к Новому году. Кухенленд. Макси. Нашел его стол. Макси. Нашел его стол. Макси. Нашел его стол.